Всем привет! А сегодня у нас больше не распаковка, а мое желание поделиться с вами классным гаджетом. Мне самому нужны были аккумуляторы, которые были всегда под рукой. Их можно было быстро зарядить, не нося за собой зарядное устройство. Что я нашел на Алиэкспресс. Такие интересные аккумуляторы. Приходят в пупырки, то есть ничего такого. Я думаю, вы уже догадываетесь. На аккумуляторах на борту, прямо на корпусе, имеется гнездо для зарядки. Оно Type-C, я специально такие подбирал, потому что у меня телефон на Type-C. И чтобы я их мог сразу заряжать с мобильной зарядки. С прикуривателя, с зарядки для телефона, то есть в любом месте. Есть гнездо, то есть 4 аккумулятора. Это формат мизинчик, 3 буковки А. Как видите, на них вот все написано. И очень удобно. Вы берете аккумулятор, вам надо им пользоваться, подзарядить. Вы вставляете сюда такой вот Type-C шнурочек. Это может быть ваш урок от телефона, либо же вот комплектный такой тюльпанчик. Сразу 4 штучки можно зарядить. Заряжайте аккумулятор и пользуйтесь им. Скажите, а как же понять, заряжен он или нет? То есть зарядное устройство показывает, что аккумулятор заряжен, а тут, ну как бы, ничего такого нет. Тут вообще все продумано. Вот эта верхняя часть, вот этот ободочек, здесь находится индикатор. Он мигает, когда идет зарядка и полностью горит, когда зарядка закончена. То есть вы увидели, что аккумулятор зарядился, быстро его сняли, зарядки вставили в устройство и продолжаете им пользоваться. Очень удобно. Что у нас здесь по характеристикам? Характеристики здесь, конечно, не какие-то супер-бупер. Главное, что здесь размер это 3А, то есть у них подходит для устройства 1,5 В, как у батарейки. И 600 мВт-часов. Здесь немножко нестандартная надпись, обычно мАч. Но переводится все очень просто. Гуглите в интернете, как перевести мВт-часы в мАч. И вам будет представлен какой-нибудь сайт. Первый попавшийся вводите 1,5 В, 600 В. И получаете, что это будет на выходе 400 мАч. То есть это не какая-то большая емкость, но для моего устройства подходит. И здесь в комплекте 4 штуки. Мне нужны только 2. То есть я могу 2 зарядить, 2 вставить в устройство и использовать. Самое главное, что здесь имеется возможность быстрой зарядки. В плане того, что не надо носить за собой зарядное устройство. Я просто вставил их в зарядку от мобильного телефона, быстренько подзарядил. Емкость небольшая. Заряжаются они где-то в среднем за час. И уже готовы к использованию. В моем устройстве их хватает на несколько ледель. Меня это полностью устраивает. То есть это действительно удобно. И вот такая портативная зарядка прям в самом аккумуляторе решает просто кучу вопросов. И это комфортно. Они идут прям в таком боксе. Я его с собой взял и все. Пошел вот работать со своим устройством. Очень удобно. Давайте посмотрим, что по характеристикам вообще. Чтобы понимать, что батарейки хотя бы выдают заявленные свои данные. Вот то, что у них здесь написано. У нас есть тестер. Я его запитал тоже от этих аккумуляторов. Они как раз сюда подходят. И мы с вами сейчас его включим и протестируем наши аккумуляторы. Вообще выдают ли они заявленное. Так, давайте перейдем на измерения. Вот DC, вольты. Все отлично. Берем аккумулятор и пробуем его сейчас проверить. Так, положу их, чтобы он видно было. Так, где у нас тут плюс или минус. И вот вам тестер. Так, все четко. Полтора вольта. Так же самое, как и обычная батарейка 3А. То, что и надо. То есть, ну, как минимум мое устройство запускается. Работает исправно. Никаких проблем в этом нет. Давайте теперь попробуем, как они заряжаются. Посмотрим. Так, у нас тут есть зарядное устройство. Вот обычный USB. Представим, что это зарядка для телефона. Подключаем сюда вот тюльпанчик. Здесь у нас получается 4 коннектора. И цепляем сразу 4 аккумулятора. Кстати, довольно-таки плотные гнезда. У них ничего не разболтано. То есть, если он висит вот так, то он явно не выпадет. И контакт у него не прервется. Как видите, они начали мигать. Значит, идет сейчас зарядка. Хорошо защелкиваются такие, плотные. Подумаю, их надолго хватит. Вот такая зарядочка сразу получается. Все 4 штучки можно зарядить. За час они заряжаются полные. То есть, очень удобно. Никаких проблем. То есть, если вам надо где-то быстро подзарядить. Вы можете даже в автомобиле их подзарядить. На зарядке от телефона. То есть, это, мне кажется, основное их преимущество. Да, у них невысокая емкость. Но удобство их зарядки просто для меня решает все вопросы. Также немаловажно, я думаю, стоит попробовать их зарядить на зарядном устройстве. Ну, вдруг такая ситуация. У вас куда-то пропал шнурочек их для зарядки. Или просто его сейчас под рукой. Но есть зарядное устройство. То есть, я использую популярное устройство LiTocalo Li500. Оно поддерживает аккумуляторы мизинчиковые. И мы сейчас их попробуем вставить. Как видите, пошла зарядочка по ним, по всем. Они у меня, конечно, заряжены. Она, скорее всего, сейчас покажет, что все полное. Ну, вот, в общем, зарядка идет. Там, конечно, не видно, что на них мигает индикатор. Он и не мигает, собственно говоря. То есть, здесь вы уже ориентируетесь по зарядке. Когда зарядка покажет, что она зарядила устройство. Вот видите, у меня сейчас, скорее всего, что все полное. Потому что аккумуляторы заряжены сейчас. Но, тем не менее, можно использовать их и в зарядном устройстве. Нет никаких проблем. Тоже очень удобно. То есть, аккумуляторы такие всеядные. Хотите, заряжайте их сами. Хотите, заряжайте их в зарядном устройстве. Вообще, без проблем. Очень удобно. Такая портативность. Это прям класс. Вот такой мини-обзорчик. Даже, может, не обзорчик. Просто хотел с вами поделиться. Вот, получился. Если вам было интересно, оставляйте комментарии. Может, вы тоже таким пользуетесь. Может, это вообще плохой выбор. И эти аккумуляторы быстро изнашиваются. То есть, будет интересно почитать. Я еще ими не пользовался, скажем так, продолжительное время. Но, вот, на первых порах, на первых тестах все работает отлично. Мне нравится. Я их заряжаю от мобильной зарядки. Ношу с собой просто в этом боксе. И мне очень удобно. Будет интересно почитать ваши комментарии.